МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В.ПУТИН. Программа проходит в рамках, скажем так, мы начинаем сейчас разговор о предстоящем юбилее Уголовной исполнительной системы в марте, 12 марта, 145 лет УИС России. Да, совершенно верно. Будут торжества, много что намечено. Но мы сегодня говорим о ветеранской организации, потому что, на мой взгляд, такое отношение к ветеранам, вообще к ветеранам службы, вот как в уголовной исполнительной системе, редко где встретишь. Это настолько уважительно и настолько действительно плодотворная работа. Хотя вот, вы знаете, я вот сейчас на вас смотрю, и вспоминаются те времена, когда, Ирина Борисовна, с вами, мы сотрудничали, когда я еще была членом общественной наблюдательной комиссии, вы курировали это направление, и мы с вами постоянно, что называется, по тюрьмам и ссылкам, мы с вами встречались, ездили, где только не были. Вадим Михайлович, я вспоминаю, какой я репортаж только начинала еще работать, и вы тогда все надо мной подшучивали при каждом удобном случае. Я не так как-то назвала, что тут какую-то деталь, либо в станке, либо что я там неправильно назвала. На производстве, но вы все время говорили, а вот это надо было по-другому. Что-то было. Да, да, да. И мы тоже сколько лет вместе и непосредственно в работе, когда еще не было этой представочки в отставке, но теперь, вот вы скажите, ваша жизнь стала менее насыщенной, вы в ветеранской организации, с учетом отдыха, конечно. С учетом отдыха она не менее насыщенная. Вот на мой взгляд, во всяком случае, у меня, я стараюсь очень много сделать для наших ветеранов, но, наверное, грех обижаться. Мы культурная программа организуем для наших ветеранов, вот в филармонии у нас ходят постоянно, очень хорошие связи у нас с администрацией Тверской областной филармонии, ходим на концерты, нам там дают очень хорошую скидку, 50%, и, честно говоря, для большинства наших ветеранов это очень хорошее отдушина. Ну и материально это попроще. И, по большому счету, когда афиша приходит к тебе домой, ну да, да, и ты уже знаешь, когда состоится, что состоится, и даже комментарии и рекомендации, конечно, пользуются этой возможностью. Экскурсии, мы организуем вечера. Если есть такая необходимость, конечно, мы помогаем больным ветеранам. Вот. Ну, к величайшему сожалению, люди не вечны, в том числе и участвуем в таких траурных мероприятиях. Ну да, к сожалению. Как проводы. Ну, юбилеи. Обязательно мы дарим подарки. То есть жизнь кипит и кипит. Жизнь кипит и кипит. А Вадим Михайлович, вы вообще вот как вот для себя лично восприняли вот эту вот приставку в отставке? Я помню, мы еще с Александром Михайловичем Савихином как-то разговорились, и он говорит, самое главное, вот как лошадь, когда она везет вот свою телегу, да, и не распрягаться, потому что она потом может просто упасть на передние ноги, и все. Главное работать и главное быть нужным. Ну, вообще, когда в отставку уходишь, так резко сужается круг общения. Ну, конечно, тем более начальником колонии. Поэтому здесь что-то теряешь. Облегчается жизнь, потому что, уже не тот груз на тебе лежит. Но ветеранская организация, она дает возможность, вот я могу сказать Ирине Борисовне, она, в общем-то, резко активизировала работу ветеранской организации. Поэтому мы встречаемся, она организует экскурсии. То есть какое-то общение с ветеранами идет между собой. Нам приятно встретиться, посмотреть друг на друга, вспомнить что-то. В мессенджерах у нас есть чат свой ветерана. То есть ветераны уиспродвинутые люди. То есть в WhatsApp они имеют возможность получать нужную им информацию и делиться своей собственной. Вам когда предложили, Вадим Михайлович, вам как бы предложили, или каждый, кто уходит в отставку, он автоматически становится членом этой организации ветеранской? Нет? Ну, в подразделениях свои, как бы, ячейки есть ветеранская организация. Вот Ирина Борисовна мне предложила войти в совет ветеранской организации, как бы, наш общий областной. Ага, ну это управление. Да. А в колонии, где вы были начальником исправительного канона номер один, там своя ветеранская, да? Да, есть, есть. И там тоже идет какая-то работа подобная, да? Там местное. У нас региональное отделение, а в учреждениях местное отделение. Они, соответственно, подчинены нам, а мы уже подчинены общероссийской общественной организации, которая объединяет... Ну, не забывай, я тоже приглашаю, да, поэтому так вроде бы, может быть, и не на 100%, но в курсе, что там делается, как-то. Ну, интересно, я же почти 30 лет отдал системе. 30 лет. Ирина Борисовна, а у вас считали? Или некогда... 36. 36. Ну, фактически, вот, да, с молодых лет, да, начиная... В 25 лет я пришел служить, и в 55 закончил. А, кстати, вот сейчас, вот вы, когда заходите, посещаете колонии первую? Да. Да? Видите, что меняется? Надо отдать должное. Нас приглашают туда постоянно, начальник учреждений, председатель ветеранской организации. То есть мы бываем там. Вот дни колоний, да, праздники все остальные, я знаю, что там просто очень привечают гостей, да, и концерты великолепные. Нет, надо отдать должное, я не знаю, как в других, а вот в первой колонии там активно... Ну, председатель местного отделения, Ткаченко, Игорь Владимирович, очень большой молодец. Активно работает. Ну, в сущности, все зависит от человека, кто на этой должности. Такий фактор никто не отменял абсолютно. Поэтому надо отдать должное. Вот первая колония, она всегда младшая, они отличались. Сейчас они будут готовить музей. Там вот Владислав Анатольевич Лапин, начальник первой колонии, он такой совершенно потрясающий организовал музей в шестой колонии, в городе Беженске. Я делала репортаж большой. Вот, и по аналогии, ну, может быть, менее масштабно, он намерен сделать уже в первой колонии. Вот сейчас собирают материал, готовят, и, я думаю, тоже будет ему чем похвастаться. Некоторые зададут вопрос, какой там музей, о чем там музей, о тех, кто сидит, что ли? Ну, почему? Это для тех, кто не знает. История же, она более обширная. У нас, например, работал герой Советского Союза, Анохин такой был. Он летчиком был во время войны. Вот, получил звание Героя Советского Союза и долгое время работал на производстве. Очень скромный человек, кстати. Совершенно верно. Не сразу узнали, что он Герой Советского Союза. Потому что вот в те годы, когда он пришел в нашу систему, еще как-то было не принято вот все это отслеживать. Я когда пришел, еще были свежие воспоминания, что когда восстанавливались после войны колонии, там работали фронтовики, именно офицерский состав. Вот они как бы много чего порассказали. Я-то практически их не застал, но те, кто с ними работал, я застал. Ну, мне очень нравится, что вот эта вот преемственность, что очень по-доброму дорого относитесь к этим поколениям. И те самые мемориальные доски, которые теперь вот на административном здании той же первой колонии, это тоже о многом говорит. Уважаемые друзья, мы сейчас приемлемо на небольшой перерыв. Не переключайтесь. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. Тема дня в эфире. Сегодня говорим о предстоящем юбилее 145-летии уголовно-исполнительной системы России. Сегодня у нас ветеранская организация первым взяла на себя, что называется, удар. Сколько вообще ветеранов? Много в уголовно-исполнительной системе? Не точные цифры. Это вот 200-300 человек, тысячи человек. Ну, на учете в пенсионном отделе у нас находится порядка 3000 пенсионеров. А фактически членами нашей ветеранской организации более полутора тысяч. Ветеранские организации, ветераны УИЗ считаются те, кто носил погоны, да? То есть ведь много же людей работает и, что называется, по контракту, да, наверное, гражданских, скажем так, да? Ну, вопрос в чем? В том, что членами нашей общественной организации могут быть не только офицеры, ветераны, вот которые получили медали. Ну да, да, вот как у вас, да? Медали ветерана уголовно-исполнительной системы. Но и те сотрудники, работники, которые проработали на вольно-наемных должностях, они имеют право написать заявление. Они в общее дело вложили свой труд. Да, 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 да. Есть люди, которые всю жизнь там отработали. И не носили погоны, тем не менее, они все равно... Школа ПТУ, всю жизнь. Да, ведь это же тоже важно. Некоторые, вот как вы упоминали, герои Великой Отечественной войны, на производстве человек работал, да? Это же тоже, а без этого сейчас никуда. Абсолютно правильно. Я знаю, что в предстоящей коллегии, которая состоится в феврале 2024 года, будет вручаться знамя ветеранской организации именно. Это нововведение? Такого еще не было? Ну да. В связи с безвременной... Ну как безвременной кончиной? В связи с тем, что ушел из жизни наш предыдущий председатель общероссийской общественной организации Мищенков, его место занял Шамсун Салих Хабибович. И по большому счету, вот, но деятельность нашей организации несоразмеримо двинулась вперед. То есть, у нас теперь новый устав, который значительно расширяет права и общероссийской общественной организации, региональных и местных отделений, упрощает и деятельность оказания помощи, в том числе и в рамках взаимодействия с учреждениями органов и уголовно-исполнительной системы. Плюс к этому есть теперь у нас своя символика, есть свое знамя, плюс есть медали, то есть наградной фонд... Это целое подразделение, да, получается, как по армейским меркам? Да, 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 это целое подразделение. И по большому счету, вот, они имеют возможность на более высоком, чем мы, уровне привлекать благотворительные средства. Вот в рамках оказания помощи и вообще деятельности ветеранской организации надо отдать должное, что вот когда у нас был ураган, и он снес дома, то есть лишил жилья жителей Андреапольского района, и в том числе поселка Костюшино... Там же, кто не знает, ЛИУ-3, да, расположено? ЛИУ-8. ЛИУ-8, да, лечебное спротивление учреждения. Да, вот, мы подготовили документы и обратились в общероссийскую общественную организацию, и они серьезно нам помогли. Вот помимо той помощи, которую пострадавшие получили от области в рамках, ну, то есть, поскольку они потеряли единственное жилье, для приобретения, ну, хотя бы предметов первой необходимости, мы им перечислили порядка двухсот тысяч. Это, конечно, очень много. Ну, вот, чтобы люди не подумали, что вот как вот только для ветеранов, ведь ветераны сами это бесценный клад, да? Вадим Михайлович, молодежь сейчас же много, наверное, вот вы бываете в своем учреждении, в исправительной колонии номер один, много молодежи, и в чем здесь помощь ветеран? Это же опыт. Ну, за то время, когда вот я как бы на пенсии нахожусь, там значительно, конечно, поменялся состав. Ну, очень много молодых. Ага. Ну, как, необходима ли это помощь, или это просто вот все бывает на словах? Хотя помощь часто словами и советом. Ну, почему? Ситуации жизни разные бывают, а, как говорят, колонии – это государство в государстве. Там все есть, и производство, и бытовое. Все структуры. Да, и снабжение бытовое, там и прочее, прочее, прочее. То есть, встречаться с молодежью, объяснять какие-то вот где-то трудности. Если мы же проходили 90-х годах, когда без времени был, там вообще… Это же вообще было страшное время? Или не только для тех, кто на свободе? Да, 20% от оставшихся 50%. Да кормить нечем было, да? Да, какой ползарплаты? Были такие случаи, когда начальник управления деньги, которые предназначались личному составу на зарплату, отдавал на кормление осужденному. Потому что, ну, нечем кормить было. Это вот как пережили еще без бунтов, без побегов? Ну, вот ситуация тогда удерживалась, поэтому есть чем поделиться-то. И это не… Ну, это сейчас всему свое время, что называется, но сейчас же в стране тоже непросто, да? Это тоже же нужно контролировать все. Безусловно. Сейчас больше, как бы, как сказать-то, централизовано все снабжается, помогается и так далее. А в те времена мы барахтались, как бы, что сами сможем сделать, то и могли. Что потопали, то и полопали. Да, поэтому была поставлена все время задача самообеспечения. У нас же было огородное хозяйство. Это тогда началось, да? Да, да, да. У нас же большой свинарник свой был, куры были целые, там, и яйца давали осужденным, там, и мясо. Сами производили овощи. То есть, такого… Теплицы, да, 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 это же красота какая. У меня все время вот перед глазами именно теплица ИК-1 сотки нашей. Там такие помидоры выращивали, такие огурцы еще и зимой. И там, это столько всего. Даже вывозили осужденных конвоями для прополки. Вот мы, допустим, заключали договора там с фермерами, поставки картошки, там, моркови. И выезжали на эти поля, сами пропалывали их, то есть, как-то выращивали, поливали даже были такие времена. Но ведь это надолго, ведь это же вот начинание 90-х, оно потом продлилось и дальше, да? Когда уже подсобное хозяйство в восправительных колониях. Это сейчас только вот ограничено, ну, там, в силу разных обстоятельств. Ну, сейчас, да, больше централизованное снабжение, чем… Да, да. Ну, сейчас налажена система, поэтому, видимо, необходимость в них отпала. Но, тем не менее, это никогда не было худо, что называется, только на пользу. Нет, нет. Оно же возникало уже давно-давно, как придомовое хозяйство, прикухонное. То есть, были на кухне отходы, куда-то надо было их девать, поэтому там, ну, держали двух-трех свинушек. Это вот, кстати, к слову о том, какое качество кормления, качество питания осужденных, да, заключенных? О том, что когда некоторые пытаются сказать, что все там, как в концлагере, да? Да, я вас умоляю. Когда мы стали делать родительские дни, так называемые, то есть, приглашали родственников осужденных в колонию, там, проводили и показывали, где они содержатся, как… Кормили обедом. И давали возможность попробовать, чем их кормят. Они удивлялись. А это как когда-то мне кто-то говорил, когда я только начинал работать давно-давно, с уголовной исполнительной системой, мне сказали, один раз попробуешь, как называется… Гороховый. Нет, баланды это называются, цуремные, да, ну, как в народе говорят, сразу же и сядешь. Я говорю, а потом, когда вы в ОНК, то же самое, мы работали, у меня три срока в ОНК, девять лет своей жизни, и как нам приходилось каждый раз, когда мы выезжаем в колонию или в СИЗО… Кто снимает пробу? Да, и где, и где. Кто снимает пробу? Потому что часто жаловались, да? Я, 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 я. Сколько ситуаций, да, было, Вадим Михайлович? А хлеб пекли даже, вот у нас батюшка был, отец Валерий, царство ему невестное, нет его уже. Да, да. Он всегда приезжал, говорит, вы хлебушку мне дайте. Да, хлеб, хлеб был исключительный. Хотя в некоторых колониях… Помнится, выезжали по какой-то жалобе, где осужденные говорят, хлеб плохой. И мы ему сразу приезжаем и говорим, так вот, остановите, пеките хлеб, вставайте, пеките. Нет, ну что, ну это так, нет, мы не будем, это, к счастью, этого нет. Ну, на все готовое это гораздо. Нет, но мы всегда в этом случае говорим, что уважаемые друзья из правительственной колонии, это не детский и оздоровительный лагерь. Некоторые как-то путают, да, понятия? Хотя условия такие бывают. Ну, само собой, что это не детский и не оздоровительный лагерь. Там содержатся преступники, которые совершили, вот, допустим, я работал в первой колонии тяжкие, особо тяжкие преступления. Там же 40 были 20 с лишним лет, хоть маленьких 40. А сейчас и 30 лет есть. До 20 сли, но это законодательство поменялось, когда пошло частичное там сложение. Раньше-то поглощалось, как бы, более тяжкими статьями. Вот, поэтому по-разному приходится. Там детский лагерь-то нет, конечно. Оно само, само даже ограничение свободы, оно очень здорово влияет. Ну, конечно, но ты совершил проступок, ты совершил преступление. Ну, единственное, единственное, родственникам сложно втолковать, что, вот, допустим, если требование подъем во столько-то, умывание, зарядка, прочее, ну, не встал он вовремя, ну, не пошел он на зарядку. Ну, не заправил он кровать по одному. Почему вы его за это, значит, вот, наказали? Что такого особенного? Вот как раз уголовно-исполнительные системы, исправительные учреждения, они предъявляют правопослушное поведение. Вот если ты не можешь вовремя встать, пойти на зарядку и выполнить вот все те минимальные требования, которые предъявляют тебе внутренний распорядок, о чем вообще может идти речь? То есть, когда осужденный пребывает в колонии, он помещается в карантинное помещение. Там с ним проводится работа, то есть, объясняется ему порядок, содержание и так далее. Так вот, всегда я, когда с ними беседовал, то есть, собирал их, я всегда им говорил, в ваших силах и ваше решение вам либо раньше освободиться, либо сидеть весь срок. А звонка до звонка. А звонка до звонка. То есть, это чисто ваше решение. Всегда говорили, что основа, как бы, порядок в колонии – это режим, а основа режима – это распорядок дня. Поэтому там распорядок дня – это святое. Но я знаю, что все эти годы, вот когда я в ОНК работала, всегда все равно были недовольные и которые наговаривали, что и не кормят, и избивают, и прочее. Ирина Борисовна, вы отвечали за это направление, да? Что мы можем вот сейчас вот относительно всегда это подконтрольным, ведь у вас же и прокуратура проверяет вашу работу. Просто так-то ничего нет. Сейчас видеокамеры, кругом этого не было в свою бытность. Ну, единственное, что я хочу сказать по этому поводу, что есть категории осужденных, которые всегда чем-то недовольны. И есть просто образ жизни. Образ жизни. Всегда можно подловить. Всегда можно подловить и сотрудника, и тех же осужденных на том, что они повели себя как-то неправильно, сказали резко или что-то еще. Всегда. Но ты посмотри сначала на себя, а потом посмотри на тех, кто тебя окружает. Это первое. Второе. Есть хронические жалобщики. Я до сих пор помню. Есть. Есть, есть. Я сама ездила к одному, и там уже раз пять или десять. Осужденного по имени Кудряшов, который ездил с двумя хозяйственными сумками жалоб и ответ на них. Он вел свой самый собственный журнал, исходящий и входящий. И когда он в Европейский суд отправил жалобу с приложением документов весом пять килограмм, а потом он ко мне ходил на прием и спрашивал, вот я хочу узнать, получили ли мою жалобу или нет. Я отследила полностью этот путь. Она дошла до Страсбурга. Эти пять килограммов. Эти пять килограммов. Они их даже получать не стали, и благополучно она поехала обратно к нему. Поэтому тут с этим я полностью согласна. Я тоже, вот мы, наша задача была, нашей наблюдательной комиссией, проверять соблюдение закона со стороны общественности. Вадим Михайлович, вы столько лет посвятили себя этой системе, и когда вот вы начальник исправительного учреждения, как вы разграничивали вот то, что человек совершил, его преступление, и саму суть, вот человек перед вами стоит, как вы могли с ними работать? Приходилось ли переламывать себя на каком-то первом этапе? Ну, зацикливаться на совершенном-то преступлении, наверное, не надо, потому что оно уже прошло, и его осудили. А он приходит уже, как бы, отбывать наказание. Я всегда считал, что мы должны выпустить были закону послушного гражданина. Ну, насколько это мы смогли бы сделать? Насколько это возможно? Но исправительная колония помогает это сделать? Может она это сделать? Она не ломает, как многие считают? Нет, это зависит от того, какие средства предоставляет государство. То есть, вот прошла гуманизация, да, я помню, в советское время там было, по жёстке отношения, там имели возможность лишать осуждённых свиданий, имели возможность запретить оттовариваться в магазине. Ну, это ослабляет, да, человека? Да вы знаете, мы сначала, когда вот это пошло, мы как-то думали, что, ну, повлияет. В общем-то, пережили это и подстроили все под текущей ситуацией. В общем-то, служили, работали. Есть такие, которые отсидели в исправительной колонии, потом встречались и говорили вам добрые слова? Да, да. У меня даже был случай, когда осуждённого я одного помещал в строгие условия. То есть, он у меня сидел в штрафном изоляторе, в помещении камерного типа, в строгие условия. Потом я его встретил как-то на остановке троллейбусной. Он подошёл ко мне, спокойно поздоровался, мы с ним поговорили. Он спасибо, конечно, не сказал, сказал мне, до свидания, всего доброго. Но, тем не менее, человек на свободе. Человек законопослушности. Ну, да. Я не знаю насчёт законопослушности. Ну, да, да. Да даже и незаконно. Но, тем не менее. Но то, что злоба в его, как бы, отношении я не почувствовал, это было. Ирина Борисовна, вот сейчас многие решают для себя конец очередного учебного года, недалеко, да. Почему нужно идти? Вот чем хорошна уголовная исполнительная система? Потому что мы всегда призываем ребят, приходите, здесь по-человечески относятся. Это не так страшно, как это кажется. Ну, во-первых, сейчас значительно, вот всё идёт параллельно. Значительно улучшились условия отбывания наказания осуждённых. И значительно улучшились условия службы для сотрудников. То есть, это не тёмные низкие коридоры с тёмными сводами, а это уже чистые помещения. Везде компьютеры, везде видеокамеры. То есть, вот это поколение ЗУМ, которое сейчас подрастает, оно как раз органично впишется и в нашу уголовно-исполнительную систему. А потом, человеческие отношения, да, друг с другом, между сотрудниками? Ну, безусловно. Я вспоминаю такой случай. Значит, я учился в своё время в высшей юридической заочной школе МВД СССР. Ну, я поступал в СССР. Когда я заканчивал, нам уже было Российской Федерацией. Вот. И сдавал экзамен по теории государства и права. Был такой профессор Витрук у нас, и профессор Зорькин учили. Зорькин ныне представитель Конституционного суда, а Витрук был один из авторов создания Советской Конституции Брежневской. Вот я ему сдавал экзамен, и он меня как спросил, а вы кем работаете? Я говорю, вот я начальник отряда в колонии. Он говорит, да. А у вас где рабочее помещение? Я говорю, ну как где рабочее помещение? У него осужденные живут, как казарменный такой тип. У меня, говорит, там кабинет свой. Он говорит, как вместе с ними? Я говорю, ну да. Он меня посмотрел, говорит, государство далеко не оценило вашу работу. Не дооценило. Не дооценило. Вот, уважаемые друзья, к сожалению, подходит эфир к концу. Давайте мы пожелаем, чтобы государство дальше продолжало ценить эту работу, развивалась система, было уважение к вам, вам жизненной энергии, здоровье главное. Вы делаете отличную работу, вы объединяете вокруг себя тех, кто достаточно долго работал в системе и очень много отдал своей родине. Спасибо вам огромное. Вам спасибо. Спасибо. До свидания, с наступающим праздником. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»